Существует асана, или йогическая поза, которая называется саштанг. Важность этой асаны заключается в том, что вы касаетесь земли восемью точками своего тела и удерживаете тело в этом положении. В этой позе лёгкие функционируют определённым образом. С этим связано множество аспектов, но мы говорим о повышении уровня кислорода в системе. В этой асане вся лёгочная система функционирует уникальным образом. Это одна из самых распространённых асан, которая во многих отношениях была искажена в результате повсеместного использования. Предполагалось, что почти каждый преданный должен принимать эту позу, но из-за отсутствия обучения и понимания люди просто начали ложиться на землю. Вот правильная демонстрация асаны саштанг, или прикосновение восьми точек вашего тела к земле. Удерживайте позу таким образом, дышите чуть глубже, чем обычно. лоб, грудь, две ладони, два колена и большие пальцы ног на полу, пятки вместе. Когда вы находитесь в этой позе, ваше дыхание естественным образом становится чуть более интенсивным. Удерживайте эту позу шесть-семь минут, если это для вас возможно, либо начните с трёх минут. После выполнения этой позы в течение шести-семи минут расслабьте ваше тело таким образом, чтобы оно полностью соприкасалось с полом, и выполните асану, которая называется Макарасана. Если вы мужчина, положите правую ладонь поверх левой. Если вы женщина, положите левую ладонь поверх правой. Опустите лоб на ладони и просто позвольте своему телу расслабиться в течение трёх-четырёх минут. А затем подтяните правую ногу так, чтобы бедро находилось под прямым углом к телу, а голень под прямым углом к бедру. Голову поверните направо. Глаза закрыты. Дышите нормально и оставайтесь в этой позе в течение трёх-четырёх минут. Затем повторите то же самое для другой стороны. Голову поверните налево. Приведите левую ногу в такое состояние, как будто вы сидите на стуле. То есть бедро находится под прямым углом к телу. Голень также находится под прямым углом к бедру, а голова лежит на ладонях и смотрит влево. Оставайтесь в этой позе в течение трёх-четырёх минут. Затем ещё раз сделайте со штанг в течение шести-семи минут. Выполняйте три цикла за один подход. Делайте четыре-пять подходов в день. Из-за того, что большинство из вас сейчас носит маски, может возникнуть опасность снижения уровня кислорода даже без инфекции. Поэтому, если вы выполняете эту практику четыре-пять раз в день, уровень кислорода в вашей крови безусловно повысится. И если после этого вы сделаете симхокрию, ваша иммунная система будет функционировать намного лучше. Сегодня существуют весомые медицинские доказательства того, что эта практика на самом деле работает. Многие университеты провели свои исследования, так что нет смысла спорить об этом. Просто начните выполнять ее. Это не является абсолютным лечением или профилактикой, но мы должны понимать, что наше здоровье также не является абсолютным. Наше здоровье — это результат множества последовательных шагов, которые мы предпринимаем. Пожалуйста, предпримите этот шаг во время пандемии и сделайте все возможное, чтобы не стать ни жертвой, ни распространителем инфекции. Намаскарам. Спасибо. СИМХАКРИЯ СИМХАКРИЯ Известно, что древние техники йоги приносят пользу телу, умы и энергиям. Садгуру предлагает для практики симхакрию, простую, но мощную практику йоги для укрепления иммунитета и улучшения работы легких. Садгуру будет давать инструкции для практики. Очень важно следовать им, не внося никаких изменений. Пожалуйста, посвятите следующие десять минут исключительно этому процессу. Пожалуйста, не выполняйте практику во время просмотра видео. Сначала полностью послушайте инструкции и только затем приступайте к самостоятельной практике. СИМХАКРИЯ Не важно, что это, если внезапно вы не сможете выполнить эту практику, вам нужно будет обратиться к специалисту. Чтобы сделать практику, необходимо полностью высунуть язык, широко открыв рот, а затем дышать как можно интенсивнее, не делая резких движений животом. Вы должны совершать мощные движения, и вдох, и выдох, двадцать один раз. После того, как закончите, заверните язык назад, настолько далеко, насколько это возможно. Не нужно использовать руки, сейчас не лучшее время для этого. Заверните ваш язык назад, насколько это возможно, без помощи рук. Рот остается открытым, и снова совершайте вдохи и выдохи, настолько мощно, насколько можете. Но при этом вы должны издавать звук, удерживая напряжение в основании горла. Очень важно, чтобы вы издавали этот звук, удерживая напряжение в основании горла. Вы делаете и вдохи, и выдохи двадцать один раз с завернутым назад языком, издавая звук из основания горла. Полный вдох и полный выдох, настолько мощно, насколько можете, но без резких движений животом. В течение всего процесса ваши глаза должны быть закрыты. Сделайте полный вдох и просто сидите, удерживая дыхание с полными легкими, в течение одной минуты. Если вы уже пожилого возраста, или ваше дыхание не настолько развито, то по крайней мере 30 секунд. Если вы не можете удерживать дыхание в течение одной минуты, задерживайте его как минимум на 30 секунд. В день, когда вы не сможете сделать эту практику, вы поймете, что с вашей дыхательной системой есть некоторые проблемы, и вам нужно пройти обследование. Сейчас я хочу, чтобы вы просто посмотрели. Не делайте практику, просто посмотрите. Затем я проведу вас через этот процесс. Затем я проведу вас через эти террасы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Используйте обе руки, чтобы подтолкнуть тело вверх таким образом, чтобы грудная клетка поднялась над диафрагмой. Закройте глаза, широко откройте рот и полностью вытяните язык. Делайте мощные вдохи и выдохи, двигая мышцами живота, но не делая резких движений. делайте полный вдох и выдох, издавая звук из основания горла. Выполните это 21 раз. Если вы старше 70 лет, вам следует выполнять дыхание не более 12 раз. Заверните язык назад, как можно ближе к нёбному источку. Рот открыт, дышите так же мощно, вдыхая и выдыхая, со звуком из основания горла. Выполните это 21 раз. Если вы старше 70 лет, вам следует выполнять дыхание не более 12 раз. Закройте рот, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Просто сидите, задержав дыхание, с полными лёгкими в течение одной минуты или как минимум на протяжении 30 секунд. задержите дыхание настолько долго, насколько вам будет комфортно. Когда вы почувствуете, что хотите выдохнуть, выдохните через нос, с закрытым ртом, издавая звук из основания горла. Вы можете спокойно посидеть какое-то время и открыть глаза, когда будете готовы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok